Видео, подготовленное специально для сайта fb.ru Новодевичье кладбище является тем местом, где можно найти захоронение многих известных людей. Поэтому интересно увидеть и те скульптуры, которые изготовлены как надгробные памятники. Есть и дорогие и красивые могилы, в число которых входит памятник известной российской певице Татьяне Шмыге. Родилась Татьяна Шмыга в декабре 1928 года. После окончания школьного образования Татьяна Ивановна поступила в музыкальное училище имени Глазунова. После этого она успешно занималась вокалом в ГИТИСе. После его окончания сразу же была принята в столичный театр опереты, и уже первая роль принесла ей успех. Это была роль Виолетты в постановке Ерона, Фиалка, Манмартра. В 1962 году Татьяна Шмыга сыграла свою первую роль в кино. Это была эпизодическая роль в киноленте Рязанова «Гусарская баллада». Но концертную гастрольную деятельность она не оставляла никогда. В последние годы известная певица страдала от сильнейших болей в ногах, но всё равно выходила на сцену. В 2010 году она всё-таки обратилась за помощью к врачам и сразу же была госпитализирована в Боткинскую больницу. Но ни лечение, ни операция не дали ожидаемого результата. Осенью ей ампутировали ногу, но состояние всё равно было тяжёлым. В свои последние дни известная актриса провела в больнице, где у неё выявили заболевание крови и ишемическую болезнь сердца. В начале февраля 2011 года в больнице Татьяна Ивановна умерла. Ей шёл 83-й год. Прощание с российской певицей состояло 7 февраля в столичном театре Перетты, а после отпевания её похоронили на Новодевичьем кладбище. 1 февраля 2013 года состоялась церемония открытия памятника Тантьяне Шмыге. Инициатива по созданию и установке памятника на могиле известной актрисы принадлежит Василию Лановому. Выполнен памятник из бронзы и представляет собой скульптурную композицию с барельефом и золочением. Общая высота мемориального памятника составляет примерно 2,5 метра. Авторами этого надгробия стали Виталий Шанов и Дарья Успенская. Скульптура представляет собой композицию из бронзового театрального занавеса и изящные фигуры самой певицы из сусального золота. С первого взгляда памятник кажется не только красивым, но и самым дорогим. Но настоящая цена его не более 3 миллионов рублей. А что вы слышали о судьбе Татьяны Шмыге? И как вам памятник, который стоит на её могиле? Пишите об этом в комментариях. Если понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Материал подготовлен для сайта fb.ru